И я вас категорически приветствую, Алексей. Привет. Привет. Я тоже вас приветствую категорически. Вот и лето прошло. Слушай, как словно и не бывало. А и не говори. Да. Как замечательный поэт сказал. Как ты провел лето? Отлично. Прекрасно просто. Да. Я тоже неплохо. Давно не виделись. Сколько? Уже месяца два. Да. Точно. Да. Я съездил в любимую свою страну. Прошу прощения, Турцию. Как там? Там, как всегда, прекрасно. Я 16 лет провожу лето в Турции. Очень доволен. Очень хорошие люди. Очень хороший климат. Люди кто? Немцы или турки? Турки. Турки? Да. Прекрасный климат. Прекрасные люди. Прекрасно все. А я в Ленинградской области. В Ленинградской области. Но было так тепло. Слушай, что меня в 1969 году в Питер привезли с солнечной Украины. И вот в 1971 и 1972 году были лютые засухи. И я радовался. И здесь, оказывается, тепло бывает. Но потом это прекратилось. А вот это место впервые такое же суровое было. В общем, все было хорошо. Согласен. Мы зарядились здоровьем. Теперь о музыке. Так. Расскажи мне, что ты думаешь о Дэвиде Боуге? Вот ты знаешь. Ничего. Вот. На слуху всю жизнь. Сколько помню. Все время говорили, говорили, говорили. Да. Такой Дэвид Боуг есть. До меня никакая музыка не доходила. Первый раз. Почему? Сейчас расскажу. Первый раз. Это уже вторая половина 80-х. У нас был какой-то фестиваль американского кино. И туда привезли художественный фильм «Лабиринт». Где он был королем гоблинов. Бегал, пел песни. Там такие эффекты всякие были. Дэвид Боуг был прекрасен. Песни были. Ну, для кино такие нормальные. И, в общем-то, больше я тебе ничего про него сказать не могу. До нас музыка не доходила вообще. То есть, я с детства думал, что это что-то специальное для людей. Сильно продвинутых. Интересное. На самом деле, абсолютно это не так. Потому, что я не знаю, что там такого продвинутого. Это гениальная абсолютно музыка. И человек, наверное, один из самых ярких, самых интересных персонажей музыкального искусства 20-го века. То есть, я его могу сравнить в этом смысле с… Если говорить о личностях, то там с Фрэнком Заппой, наверное, можно сравнить. Просто Заппой, он более сложен, более академичен даже при всех своих невероятных кульбитах. И, прочим-прочим, он все-таки очень в сторону академической музыки, в сторону современного авангарда и современной симфонической музыки уходит обои. С одной стороны, это поп-музыкант, поп-артист, рок-музыкант. А с другой стороны, экспериментатор невероятный и всеохватный, всеобъемлющий человек в плане творчества, в плане музыки. И если ты ничего не слышал толком, то, в принципе, вот пластинки. Слушать надо лет десять, примерно, чтобы въехать, совершенно так погрузиться в то, что там вообще происходит. Потому, что вообще необычная совершенно история. Совершенно необычная. Ну, что вот на ум сразу идет. Про Зигги Стардаст, Дэвид Боу и бриллиантовые собаки. То есть, название-то я всякие знаю. Ну, название, да. Название названием. А что внутри-то? Кроме названий. Погрузи нас уже в волшебный мир. Я с большим удивлением узнал совершенно недавно, что Боу и не хотел никогда быть лидером, певцом, лидером, фронтменом. Был очень стеснительный парень в юности. Несмотря на то, что записывал пластинки уже и пытался попасть в чарты, в топ и прочее. Он, как любой музыкант. Он очень стеснялся и не хотел, в принципе, и не считал себя каким-то таким вот фронтменом. Единственное, что он хотел, это писать свою музыку, свои песни, чтобы они звучали, чтобы их там хорошо исполнили. Но, по его словам, не мог найти человека, который адекватно смог бы эти песни исполнить. Пришлось самому. Пришлось самому, да. Пришлось самому, и он развил свой голос, свою исполнительскую манеру, исполнительский дар до невероятных высот просто поднял. До невероятных. И сравнить его, в общем, не с кем. Очень много есть. То есть, любая группа, любую группу, какую ни возьми, Led Zeppelin, Jet Rotal, Black Sabbath. Сразу 10-15 групп, можно назвать подражателей, те, которые делают похоже почти так же. У Боуи такого нет. Ни одной нет группы, ни одного нет певца, который сделал бы что-то подобное. Ни у кого не получалось. Своеобразен. Ни у кого. Если брать брит-поп, палп, сьют, вот эти группы, они в эту сторону двигались, но ничего похожего не получалось. Все равно. Единственная группа, которая близко подошла к тому, что делает Боуи, это, наверное, Arcade Fire. Это канадская группа современная. Ну, условно, современная. Они уже лет 15 уже работают. Но они другую делают музыку, но в таком же ключе. Очень интересная Arcade Fire. Ну, а первая пластинка этого парня вышла в 1967 году. В тот самый день, когда вышел сержант Пеппер. Бетловский. И прошла она совершенно незаметно. Никакой популярностью особо она не пользовалась. Хотя песни очень хорошие. Оформление здесь вот такое. David Bowen and the Face. На самом деле, она вышла в пяти или шести вариантах на данный момент времени. Она называется просто David Bowen. Первый альбом 1967 года. Если кому интересно, есть даже двойник под названием Images. Куда входят вот эти песни с первого альбома. И все остальные. Написанные в тот же период, которые не вошли в первый альбом. Там синглы и проще, и проще. И материал, который просто не вошел в альбом. Вот это... Ну, и тут вместо стороны Face One, Face Two. Да. Another Face. На самом деле, хорошая очень песня. И... Такой... Как сказать... Такой... Sunshine Pop. Психоделический, британский, солнечный. Почти детский поп. Можно сравнить его с группой Nirvana. Нирвану я имею в виду английскую. 67-68 года. Две пластинки есть у этой группы. Нирваны английской. Это вот такой солнечный поп психоделический. Тоже со всякими там... Ну, очень такие мелодии ля-ля-ля. Такие доходчивые, простые. Похожи на... Может быть, где-то на группу Манкис. Вот. Только с более психоделическим уклоном. Потому, что Манкис это просто такой вот поп-перепоп. А Nirvana, они более умные такие, англичане. Название Nirvana потом Кобейн себе забрал. Там, по-моему, даже суда не было. Как-то они договорились. Потому, что английская Nirvana старая. И... Никому не надо уже. В общем, никому не надо. И... Как-то они договорились спокойно. И Кобейн стал Nirvana. Вот. А та самая Nirvana, коль скоро мы заговорили, для меломанов упертых. Тех, которые собирают пластинки старые. Не советую покупать. Потому, что пластинки очень дорогие. Самые Nirvana. Тиражи маленькие. Дико дорогие. Музыка неинтересная. Вот. Как бы... Тратить деньги на такие артефакты я бы не стал. Компакт-диски есть. Можно их найти и спокойно послушать. Возможно, даже в Ютубах есть. Да? В Ютубах полно этого всего, конечно. Вот. В общем, пластинка вышла. И она была так себе. Прямо скажем. Никого не возбудила. Никого не возбудила. Хотя слушать ее приятно. Действительно. Хорошие песни. Действительно. Это британская психоделия. Такая легкая. 67-го года. Ну, абсолютно в струе. Абсолютно как все. Такая. Приятная. Интересная. Но не более того. Торчал Дэвид Боуович на марке Боланин. На... Тиранозаврус Рекс. Тирекса еще не было тогда. Бегал на квартирные концерты этого хиппана с гитарой. Старался сделать что-то похожее. И такие сделал. И даже, в общем, сделал гораздо интереснее, наверное, чем Болан. Потому, что пластинка Спейс Одити следующая. Известная. Да. Ну, известная по первой песне, наверное, Спейс Одити. Я только про название. Да. Название знаю. Да. Если я знаю название, значит, очень сильно популярно. Да. Сильно популярно. Она в космосе даже звучала. Да. Спейс Одити. Тут у него на всех фотографиях глаза какие-то еще не сильно разные. А глаза у него разные. У него была травма. Его... Многие говорят, что это специально сделано. Что там линзы, не линзы. У него была травма глаза. Он подрался со своим братом. Которому посвятил потом уже пластинку Элладин Сейн. Брат у него психически нездоров был. И... То ли он порезал ему глаз. То ли он ударился. Как-то у него была операция. У него зрачок другого цвета. Радужная оболочка. Да. Радужная оболочка. Да. Один пласт синий. Другой зеленый. Да. Грубо говоря. Да. Такая, в общем, фолковая пластинка в массе своей. Скажем, там не только фолковая. Конечно, тут электрические инструменты во все. И гениальная совершенно песня сама Space Oddity, где появляется сквозной персонаж, который пройдет через все творчество практически в Боуи. Майор Том, который летит в космическом корабле, забытый всеми, покинутый, летит в космосе. Один мечтает и поет или в мозгу его играет в голове вот эта вот песня Space Oddity. Замечательная пластинка. Но, опять-таки, кроме первой песни, в народе ничего от нее не осталось. Хотя Space Oddity сама осталась, в общем, по сей пору на века. И прилетела она, прилетел майор Том вот к этому альбому, который у меня чуть-чуть порватый. Я его не меняю, хотя он продается сейчас везде. Можно купить новый Black Star. Это последний альбом Боуи, который вышел за буквально пару-тройку дней до его смерти. Я его купил в Берлине в день релиза. Поэтому я эту пластинку, эту обложку не меняю. Даже пока я вез его из Берлина, чуть-чуть порвал в чемодане. Неловко. Это вот тот самый... Хотя здесь не присутствует майор Том нигде. Вот этот самый персонаж сквозной. Но это продолжение полета майора. И это гениальный совершенно альбом. Я считаю, что его иметь не знаю, не иметь. Но слушать его обязательно нужно всем, кто считает себя любителем, знатоком или, так сказать, исследователем рок-музыки. И просто музыки. Просто современной музыки. Потому, что здесь есть все. Здесь невероятная музыкальная вселенная. Здесь и джаз. Здесь можно услышать и Майлса Дэвиса. И хард-рок. И электронику. И эмбиент. И драм-н-бэйс. И гитарный рок. Все что угодно здесь есть просто. При этом это не эклектика. А это совершенно цельная вещь. Абсолютно космическая. Абсолютно ни на что не похожая вообще. При этом очень музыкальная. При этом это песни. Это не какое-то жужжание и сумасшествие. Это невероятные песни. И Боуи уже прекрасно знал, что он умирает. Что у него рак печени. Писал этот альбом. Кроме близких никто не знал о том, что Боуи уже все заканчивается. И закончится со дня на день. Печально. Печально. Но пластинка получилась. Сначала мне ее было страшно слушать. Потому, что она действительно... Здесь есть несколько вещей по ужасу своему. По странности. Несравнимые ни с чем. И они... У меня просто возникал какой-то внутри какой-то ужас. Ужас от того, что я вижу то, что никогда не видел. А только... Только говорили об этом когда-то. Вот жизнь после смерти. Да. Вселенная. Что такое Вселенная? Как она выглядит? Что там вообще? Что там происходит? Теория большого взрыва. Как образовалась Вселенная? И что там? Что это такое вообще Вселенная? Что такое? Что это? Кто же его знает? Есть у нее конец. Есть у нее начало. Это ледяное пространство. Неизведанное. Абсолютно никто не знает, что там такое. И вот это все здесь. Когда слушаешь этот альбом, понимаешь, что ты прикасаешься к этому невероятному... А он это все увидел. И почувствовал. И передал в звуки. Так, как никто до него. Никакой спейс-рок. Никакие там Хоквинды. Никакие уж... Прости господи. Пинк Флойд. Это поп-музыка. Это поп-музыка земная. Абсолютно. Никакого космоса там нет. Близко. И не было никогда. Вот эти вот синтезаторы. Какой космос? Это... Это клавиши электричества. И довольно простые мелодии. А здесь совершенно другое вообще. Здесь вот эта неземная вещь. Эта музыка вообще неземная. Это... На земле такую не пишут. Не сочиняют. И поэтому это страшно. А потом, когда слушаешь этот альбом уже несколько раз, набравшись мужества... Поставить еще... Потому что... Я не знаю человека, который вот послушал бы эту пластинку, поставил бы ее снова слушать. Сразу. Потому что это такой удар в мозг. И в сердце. И в... По всем органам. По всем чакрам. Бум! Просто... Сидишь ошалевший от этого. Вообще не понимаешь, что это. Как это вообще? Как это все? И потом три дня ходишь и думаешь. Я... Наверное, есть какие-то люди... Бесчувственные. Которые послушали этот альбом. Как интересно. Давай еще послушаем. Давай. Налью себе вискаря. Давай еще раз. Интересно. Интересно. Я таких не встречал. То есть... Это просто вырубает напрочь. Просто вырубает. Потом три дня ходишь. Думаешь. Неделю. И потом... Значит так... Осторожненько. Попробую еще. Это такое... Такое переживание, что... Надо рискнуть. И попробую еще послушать. И когда проходят годы... А прошли годы... И сейчас я слушаю этот альбом. Уже... Он мне кажется оптимистическим. Уже оптимистичным. И даже где-то светлым. И вот эта жизнь после смерти, она... Оказывается и есть. И ничего такого страшного нет. Она просто другая. Она просто... Не такая, как вот... Здесь. Она может быть ярче, интереснее. Она просто другая. Непонятная. Вот. Пожалуйста. Блэк Стар. Надо опробовать. Слушай. Я... Опробуйте, опробуйте. Мимо прошло. Опробуйте, опробуйте. Только осторожно. Потому, что переживание... Такое... Не самое... Простое. Не самое привычное. Боуи уже достаточно плохо себя чувствуя. Пришел в один из нью-йоркских джазовых клубов. И увидел джазовый бэнд, который играл в этом клубе. Потом позвонил сексофонисту через несколько дней. И сказал. Привет. Я Дэвид Боуи. У меня есть идея записать с вами альбом. Люди совершенно офигели. Сам Дэвид Боуи. Думал, это что розыгрыш или что не розыгрыш. И вот здесь присутствует этот джазовый бэнд. Который... Основную силу на себя берет музыкальную. Ну, помимо электрогитар. Помимо синтезаторов. Барабанов. Тут... Такой джаз еще в полный рост. Причем джаз не свинг какой-нибудь. Который я терпеть не люблю. Не могу, кстати говоря. Вот это вот. Когда начинается там... Девочки. Я так люблю джаз. Я так люблю джаз. Я так люблю джаз. Так люблю свинг. Луи Армстронг. Фрэнк Синатра. Я вот эту вот... Вот эту вот... Вот эту вот историю все я... Не могу. Я джаз обожаю. Но не вот этот... Не вот это вот... Не вот эти вот... Ты наслуженный. А граждане нет. Да. Они попроще. Я так люблю джаз. Я говорю, дура. Ты джаза-то не слышал. Ты не знаешь, что такое джаз вообще. Близко даже. Джаз же это... Джаз же это свобода абсолютная. Я говорил уже, по-моему, кстати. Когда Дизи Гелеспи спросили, что такое бип-боп. Он сказал, ну, по сути дела это панк-рок. Мы просто оттягивались по полной программе. Но другое дело, что они очень хорошо все... Я говорил про это. Очень хорошо все умели играть и оттягивались так, что... Вот здесь вот... Люди оттягиваются и уносятся в такие дали, что... Вот вам джаз. Не амстер. Берём на заметку. Да. Но... Пошли назад. Вышел Space Oddity тоже. Вот первая песня. Как бы да. А потом как-то... Ну, как все. Ну, и ещё один хип-панк, который волосатый. Который поёт под акустическую гитару свои песни. Милые. Хорошие. Ну, такой музыки завались. Завались просто. В Англии и в Америке такой музыки. Ну, куда? Там ложкой. Черпай. И до сих пор можно черпать. И неисчерпаемые источники. Десятки тысяч групп. Десятки тысяч. Списал альбом The Man Who's Of The World. У-у-у-у. Вот такой. Когда меня спрашивают, какая песня нирваная тебе нравится, я сразу говорю The Man Who's Of The World. Да. Потом добавляешь вот правду этой песни в голову. Вызывает истерику. Правда песня, да. Правда песня в голову, да. Абсолютный хард-рок. Просто абсолютно тяжеленная. Одна из самых тяжёлых пластинок, наверное, 70-го года. Которая не выстрелила тоже по этой же самой причине. Потому, что в 70-м году, ты знаешь, какие группы играли? Да. Богато было, да. И ещё одна хард-роковая пластинка. Несмотря на то, что она мало похожа на Black Sabbath и на все остальные Led Zeppelin. Которых я обожаю, кстати говоря. Led Zeppelin я имею в виду. Вот она. Всё равно стояла особняком. Небольшой популярностью пользовалась. Точнее, вообще никакой не пользовалась. Сейчас она. Ого-го. Сейчас уже масса переизданий. И прочее, прочее, прочее. Но песни совершенно ломовые. Совершенно ломовые. Яростные. Тяжёлые. С невероятными гитарными партиями Мика Ронсона. С его узнаваемым тембром гитарным. Гибсоновским. Тоже мало кто так играл, как Мик Ронсон с таким звуком. У людей получалось найти свой звук на той же самой гитаре с теми же усилителями. Без особенной электроники в те годы 70-е годы. Что там было? Удивляет даже другое. Не отсутствие попыток под кого-то закосить, а есть в голове что-то свое. Абсолютно. Абсолютно. Не похоже. Хардрок и хардрок, казалось бы. Ставишь пластинку. Хардрок и хардрок. Но вообще другое. Вообще не похоже. Ни на Глэк Саббот, ни на Лэк Зеппелин, ни на Дипёкл. Ни на что вообще. Хотя, наверное, удержаться сложно. Глядя на таких китов и слушая, впечатление это на всех производёров. Производила, безусловно, да. И меня всегда смешат люди, которые говорят. Кстати, о Боуве тоже. Я слушаю Гавида Боуве. Круто. А вот Дипёкл. Плебс. На самом деле, то же самое. Абсолютно. То же самое, просто другое встроение песен. Другая мелодика. Другой подход к гармонии. То же самое Хардрок. Петь стал уже получше, господин Боуве. Потому что надеваться некуда. Другого вокалиста не найти. Потому что такие песни странные. Все ничего не могут сделать. Приходится самому развиваться. Учиться. Педагоги. Занятия. Сальфеджио. Кстати говоря. Сальфеджио был в юности. Уже массовый ряд инструментов. И не пришёл сулиться в эту всю историю. Он уже абсолютно был грамотный человек. Играл на саксофоне. На фортепиано. На гитаре. И на массе сопутствующих инструментов. Бубная гармошка. Всякие дудочки. И прочее. И прочее. И прочее. В общем был. Человек достаточно образованный. Что слышно. Потому что с кондачка такие песни не напишешь. Надо всё-таки. Основы гармонии. Основы музыкальной громоты. Всё-таки. Чего вот у меня нет. Я очень жалею. Потому что что не пытаешься сочинять. Всё получается. Русский рок. Угу. Фендерство. Так кастерно. Да. И конечно. В этом смысле. Русский рок. Стал развиваться. Я думаю. Что где-то. С начала двухтысячных. Наверное. Так. Стал походить на музыку. Потому что. Всё что было до того. Это такое. Такое странное. Любим мы его не знаем. Странные песни под гитару. Такие. Подворотни. По большому счёту. Промка сыгранная. С электричеством. С барабанами. Ну так. Очистить. Вот это всё. Там остаётся. Вот это. До ля фа соль. И всё. И вперед. А тут совершенно другая история. Тут. Музыка серьёзная. И вот одна из. Наверное. Самых. Любимых. Пластинок. Боуви Манами. Ханки Дори. Семьих. Первый год. После этого самого хард-рока. До Мэн Хосол де Волт. Террия Тони Висконти здесь. Для басистов. До Мэн Хосол де Волт. Предыдущая. Наверное. Интереснее всего. Потому что. Главный инструмент здесь. Бас-гитара. Она на такой громкости лупит. И так её много. Что. Басисты получат истинное наслаждение. Хотя. Играет не профессиональный басист. А играет Тони Висконти на бас-гитаре. Он же и продюсировал. Продюсировал этот альбом. И видимо поэтому бас-гитара там звучит. Громче всего. Висконти себя там. Как-то вывел. Тревел Болдер. На басу. Это который играет Хип. Это который играет Хип. Рик Вейкман. На клавишных. Это который Рик Вейкман. И вообще здесь много интересного. Это удивительно мелодичная пластинка. И совершенно никакой уже не хард-рок. Даже близко здесь вообще нет. Такое ощущение что это разные люди писали. Хотя голос тульше. Вот. Но. Если мы идем. От Дома Хос О' Де Волт. От этой тяжести. Гитарной страшной басово-барабанной. То здесь вообще другая история совершенно. Здесь. Невероятно красоты песня. Life on Mars. Тебе известная. Наверное. Одна из. На мой взгляд. Одна из самых красивых песен в музыке. Вообще. Из всей музыки. Вот. Из всей. Включая Битл. Changes. Что ни возьми. Здесь просто. Вот так вот. От начала до конца. Это как какая-то прекрасная. Не опера. А. Такая цельная какая-то сюита. Это. Невероятной красоты. С фортепиано. Вейкмана. Везде. Вейкман в одном из поздних интервью своих говорил. Что. Работа с Боуви. Принесла ему страшное удовольствие. Потому, что Боуви как композитор. Сказал. Сказал. Вейкман. Страшно силен. Потому, что такие переходы. Такие гармонические. Крючки. Говорит. Мне бы никогда в голову не пришло. Так играть. И так сочинять. Невероятно красиво. Та же самая. Life on Mars. Там. Вейкман ее разобрал. По косточкам. И говорили. Что ну это вообще. Это с ума сойти. Вот такое придумать. И при этом это не. Не сложности. Ради сложности. А это. Дико красиво. Как у Битлз получались. Совершенно интуитивно. Невероятная гармония. Невероятные мелодии. О которых там. И Гуди Минухин. Сходил с ума. И говорил. Как. Бернстайн. Говорил. Как в голову мог прийти. Так красиво. Так надо же. Как и находки. Вот. У Бога и то же самое. В этом. С ума сойти. Как вот. Парень взял и написал. Такие вещи. Самородок. Да. Самородок. Ну. Здесь. Вся вот эта. Красивость. Первой стороны. Этлайн поэм. Life on Mars. Кукс. Oh you pretty things. Такая фортепианная. Невероятная красота. И вдруг. На второй стороне. Энди Ворхол. Песня. Зверская. Совершенно. С акустической гитарой. Song for Bob Dylan. Фолковая. Абсолютно. Закус. На Боба Дилана. И Queen Beach. Такой панк-рок. В стиле. The ground. У Рида. И. Марко Боллана. В одном. Флаконе. Гитарный рев. Такой. Кайфовый. В общем. Просто удивительный. Совершенно альбом. Очень разнообразный. Очень разноплановый. Разноплановый. Я. Это. Я. После. После. Лета. Заяц. Не могу. Все. Прикинь. Ханки Дури. Ну. Опять таки. Для. Меломанов. Для. Композиторов. Для. Музыкантов. Это. Было. Круто. Народные массы. Как то так. Ну. Круто. Да. Ну. Ну. Думаю. Не хиты. Так скажем. Да. Вот. Видел. Что хиты. Life on Mars. Это же хит хитов. Вообще. Но хитов-то много было. Еще один хит. Круто. Послушаем. Замечательно. А вот. Такой вопрос. Вот. Ты говоришь. Он ни у кого ничего. Не тырил. Условно. Все свое. А у него. А я вот с этого начал. Что у него. Попробуй-ка стырь. Да. У него не так. Не так просто стырить. У него начинаешь тырить. А получается какое-то говно. У него стырить не такой. Настолько необычен. Что многие пытались. В общем. В основном бритпоповые группы. Которые делали акцент именно на мелодику. На битловщину. Такую. Бритпоп это. Многие как так скептически относятся к этому направлению. А бритпоп. Попса. Там бритпоп. Нет. Бритпоп. Британская популярная музыка. Это продолжатель дела Битлз вообще. Бритпоп. По хорошему. Если так. То есть это акцент на мелодику. На яркие гармонии интересные. Вот. И очень много. Я уже говорил. Чтобы очень многие шли в направлении Болови. В частности. Там уже упомянутые. Сьют и палп. Но не получалось. Все равно. Все равно у них другое. Все равно. Все равно не так. А наши из русских музыкантов ни одного. Ни одного. Никто. Даже близко не переносил. Хотя Борис Борис Гребенщиков очень дружил с Дэвидом Боуви. И Дэвид Боуви уважал очень музыку Бориса Гребенщикова. Они сначала переписывались. Потом они встречались. В Нью-Йорке много времени вместе проводили. И Боуви сказал, что я готов принять участие в записи альбома Бориса Гребенщикова в любом качестве. Только позови. Гребенщиков очень мудро сделал, что отказался. Правильно. Мы не будем вместе работать. Потому что это будет еще один альбом Дэвида Боуви с участием Бориса Гребенщикова. Но они дружили. Они нашли друг друга. В этом смысле. В смысле музыки. Но у Бориса все равно не похожие вещи. Несмотря на адскую любовь к этой музыке. Это мы о чем? О том, что с него никто не драл. Многие пытались. Но получается говно. Обидно. Потому что не тот образ мысли композиторские. Ну и решительный шаг тогда Дэвид произвел. В каком-то смысле роковой. Потому что его стали считать все гомосексуалистом, трансгендером и прочее. Хотя даже близко этого не было. Чему доказательством служит предыдущий альбом The Man Who Sold The World. На котором Боуви, хотя и играл много на разных инструментах. Но в основном играл там все-таки Микронсон и Тони Висконти. А Боуви проводил время со своей невестой. Все больше за пределами студии. Дэвид Боуви. The Rise and Fall of Ziggy Stardust. And the Spiders from Mars. Да. Был создан вот этот образ. Зигги Stardust. Который покорил мир. Действительно. Это было шоу невероятное. Одно из лучших. Люди же ходят на концерты. Им же надо... Конечно. Они слушают глазами в основном. Не ушами на концертах. На концертах так. Ну, как говорил... Покажи себя. Как говорил Микки Джаггер. Не можешь устроить представление. Играй за занавеской. Да. В общем-то, наверное, был прав. Вот. И здесь уже Дэвид, конечно, оторвался вовсю. Убрал все свое стеснение. Все свои комплексы. Которыми был охвачен с юности. Не желая становиться фронтменом. Пришлось стать фронтменом. Пришлось ему войти в этот образ. Невероятного совершенно космического пришельца. И вместе с Миком Ронсоном они устраивали дикие совершенно оргии. На сцене во время концертов изображая половые акты. И там все что угодно творилось. Вот. Пошли вот эти атомные костюмы. Дэвида невероятный грим. Хотя грим уже был и на Ханки Дори. И все девушки мировлюбились, конечно, в Дэвида Боуи. А это главное. Потому что артист должен покорить женскую аудиторию. Какой красавчик. Любой артист, если хочет популярность, должен покорить женскую аудиторию. Потому что на концерт идет девушка. А девушка идет с юношей. Аудитория увеличивается в два раза сразу. Это нормальная формула. Которой все пользовались. И Дорс, и Роллинг Стоунс, и кто угодно. Покори девчонок. И все. И все залы твои. Что и было произведено. Концептуально это прошло. Кто такой Зигги Стардаст? Стардаст это звездная пыль. Знаешь. Когда я был юн. Совсем юн. Когда мы еще даже не играли в группе кино. Я Борису Борисовичу Гременщикову. Боре. Тогда на тот момент времени. Спел пару своих песен. Говорю. Боря, как тебе? Боря говорит. Нормально. Все хорошо, Леша. Одно только но. Твои песни слишком конкретные. Песня не должна быть конкретной. Поэтому ответ на вопрос. Кто такой Зигги Стардаст? Я тебе не дам. Здесь нет конкретного атлета. Тем и кайфов он. Тем и хорош. Нет конкретной штуки. Я интуитивно про стихи думаю точно так же. Задача стихов порождать у тебя в башке образы. То есть, песня «Человек в телогрейке» она, конечно, хороша. Но когда размазанная, размытая у тебя там. А что имелось в виду? Есть над чем подумать. Есть что обсудить. И впечатляет вот размазанность. Конечно. Образы. Образы. Да. Важны образы, а не слова. Единственный человек, у которого получалось петь и писать словами конкретными, это Майк Науменко. Наверное. Абсолютно бытовые вещи. Абсолютно конкретные. Внятные. Никаких разночтений. Никакой двусмысленности. Нет. Но очень талантливый. Очень кайфовый. Других я не могу привести. Даже Цой, хотя он абсолютно бытописатель. Такой фотограф. У него он все равно мыслит образами. А не конкретными вещами. У него все равно образное мышление идет. Вот. Поэтому. Кто такой? О чем эта песня? Слушайте. Ну, то есть, это не рок-опера. Топ-ми. Это не рок-опера. Это не рок-опера. Причем эту плосинку все обожают. Мне она, кстати говоря, не слишком так нравится. Честно говоря. Хотя очень хорошие песни. Five Years. Moon Age Daydream. Starman. Hang on to Yourself. Rock'n'Roll Suicide. Хорошие песни. Но я бы не сказал как раз, что это ломовые хиты. На мой взгляд, на Ханки Дори хитов в 10 раз больше. Да. Но здесь ревет гитара Мика Ронсона. Здесь рок. Здесь блеск. Глэм. Такой вот все. Фейерверк. Такой. И, конечно, покорила мир эта штука. Покорила совершенно. Ну, и Дэвид стал вот этим самым космическим пришельцем. Элодин Сейн. Это вторая часть, можно сказать. Известнейшее фото. Да. Известнейшее. Вторая часть Зиги Стардест. Можно так сказать. Как раз отсылка к его несчастному брату. Не очень здоровому. Ну, вот мне кажется, эта штука интереснее, чем Зиги Стардест. Потому, что здесь гораздо больше музыки. Здесь Майк Гарсон играет на фортепиано. Совершенно джазовые, авангардные такие вещи. Что не мешает песням конкретным. Что не мешает, собственно говоря, и тексту, и гармонии, и роковой, тяжелой роковой подаче. Let's spend the night together. Да, да. Кавер Роллингстоун здесь один есть. Совсем не похож на Роллингстоун. Но не менее хороший. Очень хорошая пластинка. Очень музыкальная. То есть, тот же самый попс и глэм, как на Зиги Стардест и гитарный рёв. Только гораздо серьёзней, гораздо глубже как-то всё. Гораздо уверенней. После чего альбом каверов сделал Дэвид Боу и пинапс. Очень хорошая. Живот бурчит. Ничего там слышно? Хорошо. Это жизнь. Жизнь, блин. Всё по-прежнему. Спел любимые свои песни, своих любимых групп, в том числе Pink Floyd. See Emily Play здесь спел. Замечательно. Песню группы Who, I can't explain. Также песню группы Maud de Hoople и прочее прочее прочее. Пинап. Это картиночка, которую булавочкой прикалывают. Обычно там девчонки. Тут тоже девчонка. Кстати, а дружбе с Maud de Hoople, скажем того же периода примерно, пластинка. Замечательная группа английской Maud de Hoople. Ты знаешь, не знаешь такую? Название знаю. Естественно. Очень кайфовая группа. Young Hunter. Прекрасный автор. Песем. Поэт. Рок-н-ролльщик. All the Young Dudes. Называется пластинка. И песня Дэвида Боу и которую он подарил группе Maud de Hoople. Очень хорошая группа была. Никак не могла зарабатывать популярность. Она все время была второй, третий эшелон. Играли хард-рок. Дико мелодичный. С дикой, совершенно кайфовыми мелодиями. Яна Хантера. Не мелодичный хард-рок. Как там Тен-Си-Си. А такой яростный хард-рок. Тяжелый. С драйвом, с гитарным. С кайфовыми мелодиями. Почему-то она как-то не туда. Все время как-то вот. All the Young Dudes. Это как-то раз мне присоветовали посмотреть Большого Липовского. Я его не видел. И его там в дубляже его звали Дюди. Это видимо все молодые Дюди. Все молодые Дюди. Все молодые Дюди. Очень хорошая группа. Очень ее советую тоже для тем, кто никогда не слышал. Просто возьмите на заметку. Кайфовый британский рок с закосом на американщину. Такую немножко гитарную. Все эти британцы. И Боуи с ними дружил очень. С Яном Хантером в частности. Подарил им песню All the Young Dudes. Которая стала хитом. И вытащила группу на поверхность. И группа стала зарабатывать деньги. И играть на концертах All the Young Dudes. Все было хорошо. И внезапно все поняли, что и остальные песни тоже хорошие. И внезапно все поняли, что группа хорошая. И остальные давайте послушаем. Вот этот феномен от меня. Или как там нынче правильно? Феномен. Я уж не знаю куда ударение ставить. Все время ускользает. Что есть какие-то таланты. Пока их кто-то не потрогает волшебной палочкой. Да. Никому же интересно. Никто не обращает внимание. Очень странно. Ой. Была такая история с группой кино. Не побоюсь этого слова. Не побоюсь этого слова. Их кто потрогал? Их потрогал. Боюсь нас потрогал. Боюсь Гременщиков. И с этого все и понеслось. Потому, что группа кино когда начинали. В Москве нас очень любили. В Ленинграде нет. Нет пророка в своем отечестве. Потрогал Боюсь Гременщиков. Потрогал Майк. И все. И все стало хорошо. Тут ведь важно, чтобы было за что потрогать. Да. Это важно. Так же как с Мудэхупом. Кайфовая группа. Но пока Боу я не сказал. Не обратил внимания людей. Я сказал. Ребята. Вы что? Послушайте. Вот это. Да? Ну как? Ах! Ах! Да. Вот. Ну и то, про что ты говорил в начале нашей программы. Да. Бриллиантовые собаки. Да. Это видимо они. Ну это, судя по всему, да. 1974 год. Попытка сделать концептуальный альбом. На основе романа Джорджа Орвелла. 1984. Не удалось. И 1984. Биг Бразер. Да. Кстати о птичках. Это большой брат. Да. Большой брат. Большой брат. Младший брат говорит про старшего. Что он уже большой. Тут не в смысле про размер. А в смысле про возраст. Ну конечно. Биг Бразер из Вотчинью. Это он за тобой присматривает. Да. Он не следит за тобой. А как старший брат большой присматривает за маленьким. Там по-отечески всё. Конечно. Конечно. Это всё цинизм такой. Да. Цинизм и ложь. И клевета. А он тут сзаду видишь. Да. Собаку. Очень хорошая. Абсолютно роковая гитарная пластинка. Дэвид Боуэй здесь сам играет на гитаре. Он хорошо играет на гитаре. Играл. На саксофоне. На гитаре. И поёт. И всё тут. Не удалась история с 1984. Он написал несколько песен уже по роману. Но не договорился по авторским правам. С наследниками. Орвел. Я впервые про это делал. Я услышал про... У меня был диск. Юритмикс. 1984. Я понять тогда не мог. Это вообще о чём? Не договорился он по авторским правам. Поэтому он записал просто альбом. Куда вошли несколько песен. Написанные по Орвелу. По мотивам. По духу этого романа. Биг Брада и 1994. Замечательный ракешник. Такой дикий. Бешеный. Но концептуального альбома не случилось. Им на всякий случай. Им этот самый Орвел крайне близок. Потому, что они понимают, что это про них. Да. Странно показалось. Это про тоталитаризм. Который породить может кто. Это про Ангелию. Да. Про Лондон. Он как раз про это. Но надо отметить. Что этот самый Орвел при тоталитаризме не жил. И плохо понимал. Что это такое. Интересная интеллектуальная конструкция конечно. Но в общем жизнь устроена не так. Ну да. Немножко. Потом вышел первый его официальный концертный альбом. Дэвид Лайф. Которым он был очень недоволен. Хотя. Многим он очень нравится. И мне он тоже очень нравится. Он здесь живой. Абсолютно без всякого овердаббинга исполнения. Гражданин Висконти продолжается. Да. С Висконти много очень. Очень много альбомов записано с Висконти. И очень все конечно это по честному сделано. Но недоволен остался Дэвид. Видимо он хотел чего-то большего. Хотя для любого меломана я считаю это очень хорошо. Отдельно отмечено. Но студию овердабс. Рекординг. Офу войс. Инструмент. Одианс. Пару вокалов добавили. Абсолютно все по честному. Потому что микрофон на концерте отвалился. Это был период когда Боуэй усиленно занимался пантоминой. Он и раньше занимался. Но здесь он уже вывел это дело на серьезный уровень. Он там убирал музыкантов в оркестровую яму. Царил на сцене один. Устраивал шоу как Петя Мамонов. Вот. И в общем это интересно просто. Я не знаю. Мне это очень нравится. У него масса концертников вышло сейчас. Я не принес их все. Потому что они не урезали бы мне ни в какую сумку. Я покупаю время от времени. Потому что сейчас выходит неизданное ранее. У него очень много. Очень хороших концертных альбомов. Ну очень много. Как я не знаю. Ну штук шесть наверное. Таких концертных. Разных. Все разные. Абсолютно. Потому что. А это коварные люди там с микрофонами прокравшись. Незаконно. Бутлеги. Нет. Нет. Бутлеги там это другая история. Записаны хорошо. Просто по каким-то причинам. По причинам прав или по причинам там контрактов со студиями. С лейблами они не выходили. Потому что много причин. В основном это договорные всякие вещи. Контракт на три альбома. Там допустим. Условно говоря. Не про Дэвида. Я говорю вообще. У меня контракт на три альбома. А я хочу четвертый концертный выпустить. Мне говорят. Нам не надо. Зачем? Нам эти бы продать. Нам эти продать. Подожди. Вы конечно талант. Да. Но у нас еще там кроме вас. Блэк Саббат еще на очередь. Потом. Потом. Позвоните завтра. Ну как в кино. Вот мой фильм. Минуточку. Человек-паук возит. Не торопись. Да. После вот этого тура грандиозного. Дэвид выпустил совершенно неожиданную штуку. Абсолютно неожиданную. Кстати говоря. То, что я ненавижу больше всего. Когда разговор заходит о Дэвиде Боу. Или когда я читаю какие-то критические статьи. Когда я вижу фразу Хамелеон Рока. Мне хочется сразу блевать. И не читать дальше. Вообще это все. Потому что самое уебищное. Что можно сказать о Дэвиде Боу. Это Хамелеон Рока. Такая пошлятина. Такая неправда. И такое полное непонимание. И ничего. Что дальше читать не интересно. Ну. Чисто по смыслу. Хамелеон. Это тот кто. Так сказать. Меняет цвет. Под что-то подстраивается. Под что-то подстраивается. Да. Возможно. Эти самые критики. Они с русским языком не очень дружат. И не понимают смысла. Так сказать. Металфора. Дело в том. Что этот человек не подошел. Не подстраивался. Вот существует человек. Существует музыка. Музыки очень много. Это безбрежный океан. Музыки. Человеку интересно. Ему интересно. Интересно. Поработать соул. Спеть песню соул. Интересно поиграть фанк. Интересно поиграть это. Вот ему интересно это. Это совершенно не значит. Что он подстраивается специально. Вот что-то. Вот. Зачем. Зачем. Сразу вопрос. Возникает. Зачем. Да. Пластинки соул. Так. Лучше продаются. Продаются. Гораздо сильнее. Чем Зиги Стардест. Нет. Ничего походу. Просто кайфово. Интересно. Что-то новое. Я бы даже с другой стороны посмотрел. Ты знаешь. Это как. Вот. Всю. Можно сказать. Сознать. Ну. Уже. Старый. Поэтому. Наверное. Не всю. Но. Большую часть жизни я на работу ходил. Деньги зарабатывать. Потому. Что надо зарабатывать деньги. Нравится. Не нравится. Там. Семья. И. Вдруг. В определенный момент. Ты начинаешь. Во-первых. Зарабатывать с того. Что тебе нравится. Раз. А во-вторых. Вдруг. Образуется. Достаточное количество. Для того. Чтобы ты занимался. Только тем. Что тебе интересно. И. Если. Талант. Позволяет. Так сказать. А. Не посмотреть ли мне. В сторону. Соул. А не посмотреть ли мне. В эту сторону. Первое. Оно же главное. Не каждый такое может себе позволить. Это даже. Во-вторых. Даже если может. У тебя мозгов то столько нет. Чтобы в это направление внедриться. В то. Тут посмотреть. Там потрогать. Наоборот же круто. Потом. Тут еще. Зачем эти обзывательства. Я вот. Это. Это. Полная. Полная чушь. Это. Хамелеон рок. Это. Такой. Бред вообще. Такая. Пошлость. Ну. Потом. Это. Достаточно. Трудно. Для. Артиста. Уровня. Боуи. Уже. На тот момент. Времени. Когда. Это. Уже. Контракты. Здесь. Здесь. 28. Договоров. Здесь. 15. Там. И. Прочее. И. Ты выпускаешь. Такие. Такие. Гитарные. Роковые. Альбомы. А потом. Приходишь. С альбомом. Сол. Там. Люди. Тоже. Говорят. Ты. Дэвид Боуи. Да. Мы. Не. Занимаемся. Это. Другие. Компании. Для этого. Нужен. Определенная. Сила. Определенное. Мужество. И. Свобода. И. Желание. Главное. Желание. Сделать. Вот. Эта. Бластинка. В свое время. Я ее любил. Безумно. Я ее сейчас люблю. Но. Она была у меня на первом месте. Когда-то. В топе. Young Americans. Абсолютно американская музыка. При этом. Все равно. Это Дэвид Боуи. Все равно. Это мелодика. Это построение песен. Это серьезная такая штука. Но. Она светлая. Легкая. Кайфовая. И. Джон Леннон здесь принимает участие. Им дико понравилось работать вместе. И. И. Боуи говорил про Леннона. Что это совершенно гениальный человек. Который приходит в студию. И. За две секунды решает. Проблемы песни. Там. Как ее делать. Как ее петь. Как она должна звучать. За две секунды. За две минуты. Просто все расставляет по своим местам. И. Лена. Тоже очень хорошо отзывался. Об этой работе. Ну. Он здесь поет. Как раз до Universe еще. Помимо всего прочего. Вот. Очень хороший альбом. Я помню. Одно. Солнечное утро. В Купчино. Когда мы. С Виктором Робертовичем. Пришли с какой-то очередной. Гулянки. У меня мамы дома не было. Пришли ко мне. Ночевать. Примерно. В пять утра. Белые ночи. Шестой час утра. Я включил приемник. Радио Люксембург. Поймал. И. По Радио Люксембург. Звучит песня. Young Americans. Первая. С этого альбома. Я выхожу на балкон с папиросой. Играет Young Americans. Внизу. Идет человек. Явно на работу. На завод. В какую-то рань. А мы ложимся спать. Играет Young Americans. С папиросой. В восход. Как кайф. А там человек такой ведет. Как мне хорошо. Да. Жизнь прекрасна. Вот. И. На Young Americans. Здесь. Очень мощная черная вокальная группа. Поет. Беки. Разные. Очень сложные. Соу. Все-таки. Там надо. Там надо петь. Там это не просто. Не буги-уги. Каждый день. Там надо. Ого-го. Что. И. Одна из певиц. Говорила. В интервью. Тоже. Что. Мы с большим скепсисом. Очень. Относились. К этой работе. Сначала. Пришли в студию. Пришел какой-то тощий. Бледный. Вот. Автор. Которого они не очень-то знали. В общем. Эти черные люди. Ну. Из другого мира. Совершенно. Да. Компанию. Какой-то тощий. Бледный. Англичанин. Какой. Что он может сделать. Говорит. Он нам дал ноты. Мы посмотрели на них. И опухли. Мы такого вообще. Даже представить не могли. Что. Вот это вот надо петь нам. А как нам. Ха-ха-ха. И отношение сразу изменилось. К этому тощему. Бледному парню. Оказалось. Он сычет вообще. Угу. Знает. Чего хочет. И. Все. Все сложилось. То есть. Эта локальная группа стала. С уважением. И. С. С. Почтением. Относиться. Бледнолицому автору. Который. Оказалось. Что. Лунский соло разбирается. Не хуже. А то. Где-то. И получше. Принес нам ноты. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Получилось хорошо. Получилось великолепно. Просто. Young Americans. Это конечно. Маленький. 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 Шедевр. Такой. В огромной пачке. Вот этого всего. Но. Самый убойный шедевр. Конечно. Это station to station. Следующая пластинка. Это уже такой просто. Психоделический. Тяжелый. Яростный. Быстрый. Атомный. Арт-рок. Hard-рок. Всего. Шесть вещей. Это. По три. На сторону получается. Ну. Первая вещь. Из трех частей. Состоящая. Сама по себе. Это station to station. В общем. Сюита. Из трех. Таких. Вот. Отдельных. Полотен. Тяжелая. Мрачная. Разгоняющаяся. К концу. С намеком на крауд. Который. Впоследствии. Всплывет. В полный рост. В следующих альбомах. Это очень. Конечно. Это. Невероятная. Пластинка. Непохожая ни на что. То, что было до того. Сделано. Силён. Не слышал никогда station to station. Я вообще. TVC One Five. Вот эти песни. Наверное. Может быть. Слышал. А Wild is the wind. Не слышал? Идентифицировать не могу. Ты мне натурально мир открываешь. Так сказать. Я сразу бросаюсь слушать. Вот песня Wild is the wind. Написана русским человеком. Не помню как его зовут. Его зовут не Борис. Не помню. Фамилия его. Темкин. Он уехал из России в 20-е годы. Композитор. Темкин. Уехал. Не помню точно куда он уехал. Но всплыл он в Америке. В Голливуде. Написал массу песен для голливудских фильмов. Получил по моему чуть ли не Грэмми. Очень много. Темкин писал. Очень много всего. В том числе песню Wild is the wind. Отдельная. Помимо музыки для фильмов. Помимо симфонической музыки. Он писал еще песню. Wild is the wind. Известное очень произведение. Ее поет Мила Симо. В том числе. Песня такая. Она на слуху. В джазе. В soul. Боеве ее делает невероятно совершенно. Разрыв. Но такой разрыв. Души. В ютюбе она есть. Есть клип Wild is the wind. Там просто вот так вот. Рвется все на части. Просто страшно за певца. Потому, что он так вот выкладывает себя. Что совсем. И Нина Симон там. Хотя это гениальная певица. Но она все равно в общем стороне стоит. Потому, что здесь просто это какие-то. Выворачивается наизнанку совершенно человек. И по слухам о Темкинах было два брата композитора. Так вот. По легенде один из братьев Темкиных остался в России. А Темкин большой и уехал в Голливуд. И Сталин, поскольку был большим любителем культуры. Меломан известный. Ну, он отслеживал. Он занимался культурой. В общем. Легенда гласит, что произнес он фразу однажды. Не того брата отпустили. Да. Бестолковый отстал. Не того брата отпустили. Потому, что там такая музыка. Wild is the wind. Там все. Вот. Но это был период, когда Дэвид увлекался различными препаратами. Тоже. Не миновала его чаша сия. Не миновала его чаша сия. Увлекался очень сильно. И в station to station как раз настроение смещения сознания. Оно присутствует довольно явно. Это все слышно. И может быть этим альбом и интересен. Не побоюсь этого слова. Никого не призываю принимать препараты. Но это интересен. Он на грани такой трагедии какой-то внутренней. Потому, что у человека проблемы. Вот это чувствуется. В общем, они переданы не истерично. Не так, что мне плохо. А чувствуется, что вот что-то... Недаром он в Wild is the wind вот так выворачивается. Просто наизнанку. Что хочется освободиться. А как-то не получается. Освободился следующим образом, что уехал в Берлин. Вместе со своим другом и гиппопом. С которым как раз у них был период плотного общения. Уехал в мрачный Берлин. Мистический город. Один из моих любимых городов вообще. Потому, что это, ты знаешь, мистика Берлина. Это суровый город. Стертый с лица земли во время войны практически целыми районами. Я видел фотографии послевоенного Берлина. Это просто в центре города поля. Я вот долго понять не мог, что это такое. Потом до меня дошло, что это следы работы советской артиллерии и авиации. Он был просто целыми районами сметен абсолютно. На месте этих полей в центре города выросли новостройки. Сони-центр стоит, например. А эта площадь была вообще. Там вообще ничего не было. Центр Берлина. На километр туда, на километр сюда. Вообще ничего. Все уничтожено. Все было разрушено. И там, конечно, гулять по Берлину – это серьезный экспириенс. Если задумываться, углубляться в это дело. То есть... Я как-то раз, уже 10-й, 12-й, 13-й год, я уж не помню, приехал. Надо было куда-то там переместиться. Взял такси. А в такси, значит, черный человек за рулем. Эфиоп. То есть, у них не негритянские лица. И такой сурово прокоммунистический. Все плохо. Вот здесь сломали. Смотрите, здесь дворец для народа был. Вон теперь вот это. А тут было вот это для народа. А теперь вот это. И вот тут вот это. Вот то. Я говорю... А как в целом-то Берлин? Вам. Такую мхатовскую паузу выдержали. Вы знаете, неплохо. Я чуть из машины не выпал. Это чудесный город. Совершенно. И... Он восстановлен. Он, конечно, весь отстроен. Но строительство продолжается до сих пор везде. До сих пор. То есть... Я в 1976-1977 году в школе учился. Под Берлином. Нас когда в Дрезден отвезли. А там с войны развалины. Непочиненные. Вот это да. Но у нас-то такого нет. В общем-то. А там сильно видно было. Сейчас уже нет. Ну, там катком... Ну, Дрезден вообще сожжен был весь. А по Берлину просто катком проехали наши. Мощно. Ну... Если не хотели сдаваться... Другого не было выхода. Да. Другого... А как еще? А в Дрезден еще... Недавно ездили. Нас товарищ отвел. Там какой-то сбоку. От города. Какой огромный холм. Такой громенный. Причем... Явно какой-то это... Рукотворный. Но вопрос... А что это тут такое? А это вот как раз. Разбитые дома. Кирпичи привозили. Вот здесь сваливали. Вот такой курганище получился. А там что заново построено? Берлин меня поражал. Всегда поражала еще... Помимо города, собственно, поражала вот эта зомбированность немецких солдат. Действительно зазомбированные абсолютно люди были. То есть, что я имею в виду? Уже все. Уже Берлин весь разрушен. Все уже везде русские. А Рейстаг обороняется. То есть, там вот эти люди... Знаешь, кто его оборонял? Кто? Французы и норвежцы. Ну, так вот... А фиг ли они там? Фиг ли им там сидеть? Оборонить. Настоящие сволочи. Почему не сдаться? Уже все. Уже все. Алис капут. Ничего уже нет. Идейные. Со страшной силой. Идейные. А в Рейстаге они сидят с пулеметами. Это что? Обратите внимание. Адольф их морально разложил. Если называть своими словами. Всего за шесть лет. Никакого интернета. Никакого телевидения. Только радио. И газеты. И публичные выступления. А как хорошо получилось. Ну, в идеологическом плане. Так сказать. Как всех взять. Всем мозги на бекрень свернуть. И они до последней капли крови еще там отбивались. ССовцы. Изо всех сил. Все. Один Рейстаг остался. Все. Ничего нет. И что? И чего? Брестская крепость. Я понимаю. Сзади страна. Крепкие были. Надо отдать должное. Настоящий враг. Тем ценнее победа. Тем ценнее победа. Давай отвлечемся. Вернемся к Дэвиду Бовой. Уехали вместе с Гиппопом в Берлин. Записали прекрасную пластинку Гиппопа идиот. Вдвоем. Ну, почти вдвоем. Записали прекрасную пластинку Гиппопа Last for Life. Молодой какой. Молодой какой. Да. И Боуви здесь поет вовсю просто Ивановскую. Поет Бекки. Но Бекки иногда громче, чем Гиппоп. Звучат. Все прекрасно. А в Берлине случилась та самая берлинская трилогия. Тоже такой вот триптих шедевр Дэвида Боуви. Работа с Брайаном Инна. Первый альбом это Low называется. С удивительными на второй стороне полотнами Брайан Инна и Дэвида Боуви. Электронными. Такой крауд. Электронный, космический, психоделический крауд. Куда-то в сторону Tangerine Dream. В сторону Клауса Шульца. Только не Клауса Шульца, а все-таки Брайан Инна. Там другое настроение у него. Очень интересная полуэлектронная такая пластинка электронная. В сторону Tangerine Dream все-таки. Это тоже исключительно положительный и, на мой взгляд, не сильно частый момент. Когда музыкант еще и с кем-то дружит. Еще и с кем-то вместе делает. Сам всех трогает. Его трогают. Что-то добавляют. Это ему интересно. И безусловный шедевр, конечно, это Heroes. С Робертом Фриппом на гитаре. И с замечательными песнями. Beauty and the Beast, Blackout, Sons of the Silent Age. И сама песня Heroes, которая была написана после того, как Дэвид Булл увидел из окна студии, которые выходили на берлинскую стену, целующуюся пару молодую под берлинской стеной. Написал песню герои. Хоть на один день. Heroes just for one day. С Робертом Фриппом на гитаре. Прекрасная. Прекрасная пластинка. Совершенно не похожа на все предыдущее. А песню Heroes кто только не пел. Включая Motorhead. Потому, что очень хорошая песня. Очень знаковая. Очень показательная. Очень трогательная. Я когда был маленький и в десятом классе учился в Германии. Нас возили в Берлин. В Берлине нельзя было, например, дойти до Рейхстага. Его видно. Но ходить туда нельзя. В западный Берлин. На нем не было купола. Была басня. Что по договору на нем всегда должен стоять красный флаг. Чтобы нашего флага не было. Убрали купол. Потом его в конце 90-х построили. А потом уже приехал в объединенную Германию. Первое, что увидел... У меня есть фотки. Я стою возле. На фоне Бранденбургских ворот. Они казались тогда гигантскими. Вообще. Вот приехал уже, когда можно ходить. Во-первых, они какие-то маленькие. Наши, московские, они просто в пятеро больше. И даже нарвские больше. Ну, походил, посмотрел. Рейхстаг. Пошел к Рейхстагу. Ну, на купол не залез. Ну, Рейхстаг. Перед ним, кстати, там здоровенное поле. Там поле. Как-то из архитектуры все выбивается. Ну, вот явно следы работы советской артиллерии. Да. Чисто поле. Забор. И возле забора стоит тетенька. А на заборе, значит, висят фотки. Фотки со свечками. Все это люди, которых застрелили. Эти восточно-германские пограничники. При попытке перелезть через стену. Людей, безусловно, жалко. То есть, как-то там... И что-то там не крути. Идеология, не идеология. Все-таки убили. Как-то, наверное, можно... Последнего убили, по-моему, в 82-м году. Да. Я немедленно вспомнил героя моего детства пограничника Карацупу. Который на советско-китайской границе собственноручно только он. Там, по-моему, 345 нарушителей застрелил. Думал, как-то, блин... Карацупа. Вот это вы не о том немного, а друзья, блин. Ну, вот. Да. Все прекратилось. После чего второй официальный концертник Бови вышел. Вишел. Шишел-мышел. Под названием Stage. Где уже вся вот эта электроника присутствует. И материал уже, так сказать, поздний пошел. Не знаю, как Бови относился к этому альбому. Мне дико нравится эта пластинка. Тоже двойной альбом. Концертный. С таким достаточно мощным электронно-электрическим звуком. Тоже рекомендую, на самом деле. Ну, и третья часть так называемой берлинской трилогии. Которая записывалась уже не в Берлине. Но, тем не менее, является, как бы, для Бови продолжением этой берлинской истории. Лоджер. Вообще третья какая-то ипостась. Вообще третья совершенно. С африканскими мотивами. С околодиско. Очень мрачными песнями. С гитаризмом совершенно сумасшедшим. Невероятным. И такая тоже какая-то выбивающая из сознания. Что это за песни? Откуда такие песни? Как можно так сочинять вообще? Очень странно. Это Че Гевара. Убитый. А тут Христос. Это не знаю кто. Очень хорошая, очень необычная пластинка. Она какая-то очень дерганная, с одной стороны. С другой стороны, никуда не делать мелодика. Ну, она... По популярности она уступает первым двум. Лоу и Хироуз. Ну, для меломанов это, мне кажется, просто подарок. Ну, а главный подарок, это, конечно, Скори Монстерс. Следующий альбом. Опять-таки, с Робертом Фриппом. А он картинки какие-нибудь рисовал? Не рисовал? Видно, что писатель не любит. Рисовал. Но это рисовал не он. Это рисовал не он. Глаза местами поменены. Вроде этот синий. Здесь уже у него вокал развился до каких-то невероятных высот. Здесь песня Teenage Wildlife. Одна из моих вообще самых любимых у Дэвида Боуэля. Которая, кстати, редко где-то им исполнялась. Я даже не помню, я на концертах пел ее или нет. Teenage Wildlife. Ну, там он поет просто каким-то оперным уже совсем таким голосом. Уже прямо... Это можно так натренировать? Прямо красотой? Да. Живой пример? Конечно. Нет. Голос развивается. Тренироваться надо. Заниматься надо. Очень хорошо. Ну, и, конечно, Ashes to Ashes. Полотно, которое ты слышал, наверное, тоже неоднократно. Ashes to Ashes. Я, как обычно, наверное, слышал. Ashes to Ashes. Послушай обязательно. Здесь появляется тот самый майор Том, который в Space Odyssey проявился. Клип замечательный на эту песню существует. Ashes to Ashes. В Ютьюбе тоже полно его. Вот. И я могу сказать, что мы были просто потрясены этой пластинкой, когда она вышла. Все и Цоя, и я. Мы просто смотрели этот клип. В Москву ездили к другу нашему, Сашу Лепницкому, у которого был видеомагнитофон. И мы смотрели у него Ashes to Ashes. Мы там просто сходили с ума. И как композитор он здесь, конечно, сделал шаг вперед огромный. Дэвид Боуэ. Потому что игра с размерами, с музыкальными началась. И какие-то построения куплетов странные. Припевы возникают неоткуда. Потом уходят опять. То есть, сама структура песен совершенно нестандартная. Я бы сказал. Та же самая Teenage Wildlife. Отходя в сторону вопроса. Какими веществами он увлекался? Что-то галлюциногенное, тяжелое? Ну, вот здесь я не знаю. Здесь он, по-моему, уже не увлекался ничем. Потому, что здесь он уже начинал уходить к спорту ближе. Что показали его следующие альбомы. Это проходящее. Я про то, что не сторчался. Нет. Нет. У него был кокаиновый период. В основном это был кокаин. Модный. Ну, это не считается. Это не считается. Как сказал один мой знакомый. Когда мы сидели у него выпивали. Я ему говорю. Леша, у меня жена ждет. Он говорит. Я сейчас жене позвоню. Алло, Лена. Приезжай к нам. Нет. Тут у нас отлично. Нет. Никаких наркотиков. Только кокаин. И, в общем, эта пластинка просто... Хотите начать знакомство с Дэвидом Буви? Смело. Да. Не скажу. Нет. Потому, что есть и Ханки Дори. Есть и Стейшн ту Стейшн. Есть и Скэри Монстерс. Одно другого стоит все. И все они абсолютно разные. Вообще. Как будто разные артисты все записывали. Голос только тот же. А после этого вышла пластинка саундтрек к фильму... Дети со станции ЗУ. Ты видел такой немецкий фильм? Нет. Не видел. Известная картина. Дети со станции ЗУ. Про берлинских подростков. Наркоманов. Которые на станции ЗУ в Берлине. Сидят под этими самыми... Типа на игле только про немцев? Да. Напротив зоопарка. Помнишь? И саундтрек к этой картине... Отдельный пластинка. Он существует. Моя дочь обожает этот фильм. Очень печальный. С главной героиней молодой происходит трагедия. Проблемы большие. И вышла пластинка. Дочке подарил. Я ее с собой не взял. Забыл. Она в дочкиной комнате стоит. Это пластинка. Дети со станции ЗУ. Мы все берем на заметку. Да. Посмотри кино. Хорошее кино. А потом вот случилась эта штука. Let's dance. Все стали танцевать. Боуви стал заниматься боксом. Это не просто картинка. Он стал спортсмен. Он поменял себе зубы. Загорел. Подстригся. Убрал все свои старые костюмы невероятные. Стал ходить в костюме, в пиджаке, в брюках. Такой... Денди. Сверкающий... Нет, не Денди. Он стал американец-американец. Такой загорелый, белозубый боксер из Лос-Анджелеса. Или там откуда еще. Такой прямо вот... Герой штаны здоровья. Понимаешь? Это тоже хорошо. Что он пережил одно... Веселый, накачанный спортсмен Дэвид Боуви. От туловища тоже можно получать удовольствие. Это раз. Записал этот самый Let's Dance. На котором играет на гитаре Стивер и Воин. Любимый тобой, наверное. Да. Он прекрасен. Ну, что сказать. Во-первых, спортом заниматься приятно. Ты гораздо лучше себя чувствуешь. Это раз. А во-вторых, самый интересный спорт это мордобой. Потому, что ни от чего столько удовольствия, как от избиения ближних. Сошлись они со Стивером и Воином. Воин очень понравился Дэвиду Боуви. Сыграл здесь на гитаре на этом альбоме. И был запланирован тур у них. Собственно, у Боуви был запланирован тур, в который должен был ехать Стивер и Воин со своей гитарой Fender и техасской шляпой. Но у него были контрактные обязательства какие-то возникли у Воина. И тур не случился. Хотя он собирался ехать с Боуви в тур. И это, наверное, и пошло на пользу Стиверу и Воину. Потому, что он стал Стивером и Воином. Тем самым, которого все любят и уважают. А если бы он поехал с Боуви в тур и продолжал бы с ним работать, он так и остался бы гитаристом Дэвида Боуви. Не раскрылся бы. Так бы и играл. Потому, что кайфово. Очень хорошая музыка. Замечательный артист. Замечательный автор. Как прекрасный певец. Туры, пластинки. Все чего еще. Ну, и тоже сразу обязательства. Там же не шалявали и поехали вместе. Сразу обязательства. Пиши бумаги им. Но у них графики не совпали. Контракты не совпали. И каждый пошел своей дорогой. Чего лишился слушатель. Но слушатель зато получил сольные пластинки Стивера и Воина. После чего вышла пластинка, которую я люблю меньше всего. А точнее, вообще не люблю. Ту Найт. Да. А здесь, кстати, песня China Girl. С альбома и гип-попа. Идиот. Которая... В силу того, что альбом был дико популярен. Вот это Let's Dance. Очень хорошо продавался. И песня очень хорошо продавалась. И гип-поп был обеспечен на несколько лет вперед авторскими отчислениями с пластинки Дэвида Боуэр. Неплохо. За отчаянные дела. Я помню, когда первый раз в руки попала Книга рекордов Гиннеса. Ну, раньше у нас такого не было. А тут вдруг и там это вот перечисление всякого-всякого. Я дошел до песен про группу Мамас энд Папас. Где там главный, не вспомню, как фамилия. С песни California Dream. Вроде 4,2 миллиона за авторские. Вот это сочинил, блин. Круто. Да. С русским роком не так все обстоит хорошо. Хотя авторы хороших песен получают у нас довольно приличные деньги. Но все это ограничивается границами Российской Федерации. Не в силу того, что нельзя. Все можно. Но просто никто не слушает русские песни. На главном рынке музыкальном нашего мира. А именно в Соединенных Штатах Америки. Который до сих пор остается главным рынком все-таки. Как ни крути. Но туда зайти непросто. С иноязычной песней. Туда зайти непросто. Да. Я как-то беседовал на эту тему. Я извиняюсь. С Александром Розенбаумом. Мы обсуждали как раз эту историю. И он сказал, что единственный... На тот момент времени... Это было лет 15 назад. Наверное. Сказал, что единственный из неамериканских артистов, который вошел полноправно на американский рынок, это Hulio Iglesias. Ну, там латиносов-то много. Есть кто понимает по-испански. Ему это обошлось чуть ли не в районе миллиона долларов. Чтобы туда только войти. Не взятки, а какие-то предварительные вложения. Что-то там. Но он вошел туда как полноправный человек. Это не значит, что никто не играет в Америке. Полно людей, которые играют в Америке. Поют. Собирают залы и прочее. Но такого, чтобы контракт на 10 альбомов, тебе и реклама, и все дела. Такого, увы. Непросто. Увы. Iglesias. Получилось. Я когда-то слышал такую байку про Битлз. Что там американские продюсеры дружно сказали, никогда больше никого из Англии. Мы сюда не пустим. Они тут нам все портят. Несмотря на талант, вы тут не нужны. Наверное, тоже какие-то протекционистские меры. Это наша корова. И мы ее доим. Да. У Битлз выходила в Америке пластины... В Америке первые альбомы Битлз. Американские. Они же очень интересные. Ты знаешь разницу? Постоянно какие-то песни меняют. Зачем? Они из двух альбомов делали три. Американцы. Добавляли туда синглы. Перемешивали. Повторы устраивали. У них первых альбомов на три или на четыре больше, чем в Англии вышло. У них это добрая традиция. Помнишь, был такой художественный фильм? Человек убивший Сёгуна. Где там самурай в коляске ребенка возил. Оказалось, что это фильм сделан из двух. Две серии. Их там шесть. Так вот они из двух. Кстати, та же история с Роллинг Стоунс. Первые альбомы Роллинг Стоунс. Тоже американские. Они значительно отличаются от английских. Потому, что когда у Стоунс выходит два альбома в Англию... В Америке выходят три. С тем же самым материалом. Только вот так вот все перемешано. Ну, там люди умеют деньги зарабатывать. В общем, Ту Найт... Не зашел. Не зашел. И не начинайте знакомство с Ту Найт. Хотя, если любите тяжелую попсу, то пожалуйста. Здесь и пара-тройка каверов. И гитара. И все. И рок. Но абсолютно... Мне кажется, вообще не интересная пластинка. Ну, бывает, наверное. Бывает. И на старуху бывает проруха. Да. Зато следующий альбом очень странный. Never Let Me Down. Очень странная с ним история. Потому, что Боуи его потом уже перемикшировал. Спустя 10-15 лет переписал. Сделал по-другому. Как-то он вышел. У меня нет этого. Я не знаю, выходил ли вообще этот ремикс новый. Сначала Боуи говорил, что это лучшее из того, что он записал. Что это абсолютно новый звук. Это круто. И он получил страшное удовольствие от этой работы. Писалось все легко и приятно. И просто в полный рост. И что это очень хорошая пластинка. Я всем рекомендую. Это мое новое лицо. Новое видение. И я доволен так, как никогда. Потом буквально через полгода он стал говорить, что это позор. Я это ненавижу. Я это слушать не буду. Никогда убрать ее из продажи. И никому не показываете. Это был не я. Это был не я. Что случилось? Что произошло? Я не знаю. Но другое дело, что это уже звук такой действительно пластмассовый. Модный в 80-х. С драм-машинами. Со всеми этими делами. Ну, как бы не диско. Это все рок-портно. Ну, такой вот уже синти-поп. С наложением большого количества тяжелых гитар и прочего. Хотя бы там замечательно есть песни. New York in love. И прочее. Я с удовольствием эту пластинку слушаю. Но я люблю вообще этот период музыки. Бодрый. Ну, вот тем не менее. Можно оценивать как большую творческую удачу. А можно как провал. И то, и другое правда. С какой стороны посмотреть? Да. Потом Дэвид записал очень странный альбом под названием Outside. Которого у меня нет на виниле. Потому, что на виниле он в обрезанном виде очень длинный. И один раз я его видел виниловый. Только там нет пары моих любимых песен. Я его даже не стал покупать. А компакты я все свои ликвидировал. Поэтому я несчастный человек, лишенный пластинки Outside. Там еще Black Tie White Noise вышла пластинка. Где он делает песню Cream I Feel Free. И дальше свои песни тоже. Она такая тяжелая, гитарная. И с отголосками крауд-рока. Тоже довольно интересная. Но она абсолютно странная. Что такое крауд-рок для непонимающих? Это мрачная немецкая музыка. Навеянная сумрачным Берлином. Гамбургом. Крауд. Я подумал, что крауд это как толпа. А крауд... Крауд. На К начинается и на Т заканчивается. Это как капуста. Они немцев так обзывают. Как капустники. Но это мрачная такая история. Мы, кстати... Как у нас фритами, так у них краудами. Да. Про крауд можно отдельную вообще сделать программу. Потому, что музыка очень интересная. От тяжелых гитарных сумрачных песнопений группы Вирус. Например. Тяжелые. До абсолютных авангардистов Кэн. Крафтверк. Это все крауд-рок. А это они подружеские так зовут. Это все крауд-рок. В общем, аутсайд это такая... Это как у нас. Помнишь когда-то? Музыка социалистических стран. А это у меня демократы. 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 Аутсайд это абсолютная такая история электронно-авангардная. Когда Боуи писал тексты для этого альбома. Следующим образом. Он печатал текст. Потом разрезал ножницами строчки. И миксовал. Перемешивал их. Да. И что получилось, то и пел. Аутас. Аутас. Но, тем не менее, она музыкально очень интересная. Это был период его дружбы с Трентом Резнером. Из группы Nine Inch Nails. Суровый мужчина. У них даже совместные концерты были. Совместные записи. И в результате получилась вот эта пластинка по названию Эрфлинг. Где просто сплошной уже драм энд бейс. Сплошное такое влияние Резнера. И это какая-то мега современная музыка. Даже сейчас. Даже сейчас ее слушать. Она вообще не устарела. И это такая школа для парней, которые занимаются электронной музыкой. Серьезная. Эрфлинг. Это землянин. Но написано как-то метро. С творчеством Трента Резнера я познакомился через игру Quake. Которую он написал музыку и звуковые эффекты сочинил. На мой взгляд, одно из лучших. Из того, что я встречал. Как там бумкали гранаты в подземельях. Я был на концерте. Очень хорошая группа. Резнер вообще. Конечно. Голова. Да. Даже последнее, что я у него слышал. Это... Я не специалист. Это когда выходил фильм. Девушка с татуировкой дракона. Лед Зеппелиновый иммигрант сонг. Сделал. Отлично сделал. Надо отдать должное. Тут знаменитая песня. I'm afraid of americas. Которая тоже в ютубе в виде клипа существует. В нескольких видах. Тут тоже такое чувство, что все нарезал. Ну, тут так немножко... Немножко поплыло, конечно, сознание. Клип можно посмотреть. Клип такой... Он, с одной стороны, Дэвид Боуви. Абсолютно. По пению, по мелодике, по всему. А с другой стороны, такое ощущение, что подсознать, как будто смотришь Бести Бойс. Как-то вот так. Очень интересно. А потом что-то случилось. Видимо, пошли какие-то проблемы со здоровьем уже тогда. Потому, что хаос пластинка и все последующие... Они после вот этого безумия Резнера, безумия драм-н-бейс, вот этой скорости невероятной... Все затихло. Все стало не то чтобы пасторально, но стало как-то мудро и отстраненно. Хотя очень красиво, очень мелодично. Но очень... Я не знаю. Это какое-то... У меня это как предчувствие конца. Или предчувствие начала чего-то другого. Ну, даже на картинке. Фактически, как ангел. Сидит, сам себя держит. Уже такое чувство, что что-то нехорошо. Что-то мне нехорошо. И что-то... Хотя по музыке все хорошо. Здесь просто красота. И опять-таки, те, кто никогда не слышали Дэвида Боуи... Уже можно начинать с этих пластинок. Хаос, Хидден и Реалити. Вот эти три альбома. Они как триптих. Хотя там большой временной разрыв между ними есть, но... Хидден. Хидден. Язычник. 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 Они как триптих. Это такая музыка очень мудрого человека. Очень опытного. Мудрого. А это какой год? Очень сложная. Ты про год. Слушай, я года даже не запоминаю. Хаос 99-ый. Хидден 2002-ый. И Реалити 2003-ый. Кажется, будто бы вчера. Да. Это еще одна глава в творчестве Боуи. Очень взрослая. Я нашел слово, что они очень взрослые. Очень взрослые просто. Они гораздо взрослее, чем даже его возраст. Наверное. На тот момент времени. Опять гражданин Висконти. Прям какая-то пожизненная дружба. Да. Хотя Реалити... Вот он достаточно яростный. Вот эта пластинка. Тут очень злая музыка-то есть. И он какой-то... Ну, вот яростный. Наверное. Другого слова даже мне не подобрать. Обложки загадочные, конечно. Что хотел сказать автор? Я ничего не понимаю. Ну, образы. Образы. Как мы мыслим? Мы же мыслим не словами. Ну, как обычно есть над чем подумать. Подросткам меня все это зачаровывало всегда. Я тут наткнулся в Фейсбуке на фразу своего друга. Обсуждали языки. Вот русский человек выучил английский язык. Он мыслит по-английски или по-русски. И мы пришли сразу к единому мнению, что ни по-русски, ни по-английски он не мыслит. Он мыслит вообще не словами. Мы не мыслим словами же. Ни на каком языке мы не мыслим. Мы мыслим другими совершенно категориями. Если бы мы мыслим словами, мы бы одну мысль додумывали на протяжении дня. Да. Полностью согласен. Кстати говоря, пропустил я еще такую штуку. При этом, несмотря на эти мощные изучения языков, носителем языка ты не станешь. Родной. Он живет вот тут и будет жить и дальше. Да. В середине 80-х еще с гиппопом еще одна работа была. Бла-бла-бла. Пластинка под названием Бла-бла-бла. Где Боуи тоже поет, сочиняет и продюсирует. Это такое, как Боуи говорил, металлическая диско. Но тут очень круто. Вот песня Real Wild Wild Child, например. Прямо первая. И все остальные, собственно говоря, мощный, тяжелый, злой, ернический, роковый поп. С одной стороны поп, с другой стороны совершенно такой... Как танком просто проезжает по тебе. Советую очень бла-бла-бла послушать. Ну, и, конечно, вот эта пластинка группы Queen. Hard Space. Группы Queen. Да. Замечательный альбом. Про который Брайан Мэй сказал такую фразу. Что песня Under Pressure с Дэвидом Боуи это лучшая песня из всего, что записано нами. Надо же. Это он из уважения или действительно так считает? Нет, он действительно так считает. Она действительно... Это действительно шедевр. Under Pressure с Боуи это действительно шедевр. И Боуи здесь поет однозначно не хуже совершенно Mercury. Они вдвоем... Еще непонятно, кто там лучше спел. На самом деле. Потому, что это действительно очень круто. И песня отличается действительно от всего, что записано Queen. Потому, что она не похожа. И она очень человечная. И очень такая честная внутренняя. Потому, что песни Queen, я их очень люблю. Но они все очень внешние. Они не внутренние. Они все внешние. Они такие как бы про. Я пишу про. Я не пишу о себе. О том, что у меня болит. Я пишу про. Как картинки рисуем. Собственно, Mercury так и относился к своим песням. Ну, как? Вот у него показательные есть на этой инвенде. Под названием биджу. Биджу я... Что за биджу? Ну, это из чего происходит слово бижутерия и безделушка. Ну, да. Он так и относился к своим песням. Он об этом говорил. Что... Ну, записали альбом. Написали песню. Ну, и все. И забыли. Нафиг. Дальше напишем. Я еще напишу. Не подумаешь. Там песни написал. Ничего. Он их не ценил. Биджу. Биджу. Да. А это единственная вещь, которая... Как Wild is the Wind. Где они просто открылись. И Боуи, и Меркури. Они просто... Совершенно другое пространство вообще. Вообще странно. Знаешь, я яростный поклонник группы Queen's с детства. Кроме первых двух. Их у меня... Ну, второй-то шикарный. Их у меня никогда не было. Второй-то шикарный просто. Они у нас... Ты же понимаешь. В нашем детстве они появлялись не по очереди. А как чего добудешь. Вот первые два как-то проскользнули. Потом ознакомившись с британской критикой. Где все дружно кричали, что это вообще жалкий закос под Led Zeppelin. Где там какая связь? Я теряю. Ну, второй... Он тяжелый очень. Он очень тяжелый. Гитарный такой альбом. Ну, безумно красивый второй. Такая опера. Я к чему? Что вот конкретно данное произведение у меня вообще мимо. Ход Спейс. Здесь ни одной песни нет. Которая вот меня бы там как-то это впечатлило. Я бы... Вот если бы я захотел отсюда что-то выдрать, то только, наверное, эту Андер Прэшер и выдрал. Но она на них не похожа вообще. Она на них не похожа. Странно. И она ни на кого не похожа. Вообще. Как и все песни Боури. Она ни на кого не похожа. Удивительно. И они спели, конечно, вдовремя. Очень жалко, что нет видео совместного. Видео уже есть. Концертное. Смонтированное. Хотя оно работает. Его смотреть тоже приятно. А потом кто там этот? Какой-то придурок этот? Ванила Айс. Или кто там? Айс. Айс. Бейми. Помнишь? Был такой смешной фильм. Я переводил. Называется. Папа да свидос. Где он там сам себя этот Ванила Айс играет. У тебя денег нет что ли? Ты же там такую песню сочинил. А он говорит. Да ты что? Там авторские права Боу и Квин. Она по радио как заиграет. Я уже денег должен сразу. Смешно. Да. Ну и предпоследнее. Ну слушай. Дружба конечно вот со всеми на свете просто удивляет. Молодец. Никакого лицемерия. Я там мега творец. Идите в жопу. Давай с тобой. Давай с тобой. Молодец. Блин. А это что? The Next Day. Это предпоследний альбом. Который тоже уже в общем тринадцатый год. Который еще мудрее чем вот этот вот триптих. Hidden House Reality. Двойной. Нет. Он не двойной. Он на виниле двойной. Он просто длинный. Ну это ж эта обложка от Heroes. Да. Обложка от Heroes. Heroes прям зачеркнуто. А это? Это тоже вот предчувствие, к сожалению, можно сказать, конца. Потому, что он и взял обложку Heroes. И так вот написал, что это следующий день. Это другое. Это другое. Как говорят наши друзья-либералы. Это другое. Это я придумал. Они у меня украли. Это другое. Моя дочка обожает эту пластинку The Next Day. Она с одной стороны как бы рок, как бы красиво, как бы мощно, как бы гитарно. А с другой стороны настроение вот такое, что мне уже не двадцать пять. И мне уже не тридцать пять. И мне уже даже не пятьдесят. И мне уже даже не пятьдесят. И я уже даже не Зигги Стардост. И я уже даже не Белый Герцог. И я уже даже не тот Дэвид Боури, которого вы все любите, наверное, и слушаете. А я уже другое. Ну, всех это ждет. Да. В общем-то. Это как с книжками. Я непрерывно... Поскольку общаюсь с диким количеством людей и через интернет. И все все время приходят. И там, не знаю, двадцать лет все про одно и то же. Как ты понимаешь. Потому, что в определенный возрастной период тебя беспокоят строго определенные вещи. Ну, и вот про книжки спрашивают. А как? Вот тут последние. Сходили в кино, посмотрели художественный фильм. Дюна. Поставленный по известнейшему мега произведению. Ну, в моей жизни такая печаль случилась, что я их читать... Когда до нас доходить стало, это мне уже было сильно за сорок. И, в общем-то, естественно, у тебя отношение к этим книжкам ну, совершенно не такое. Это знаешь... Вот у меня в детстве... Страшно любил, как и все. Братьев Стругацких. Я только хотел сказать. Да. Там происходит следующая печаль, что когда ты читаешь подросткам... Вот это там глубина. Вот так сказал. А это там бесконечное обсуждение. А как вот это? Как вот счастье для всех. И пусть никто не уйдет обиженным. Блин. А потом тебе внезапно становится сорок. И ты как-то, пацаны... Чего вы буровите? А потом тебе становится шестьдесят. И... Начинаешь читать Джека Лондона. В слух даже говорить не надо. Что это вообще такое? Туда-сюда. И вот любимая... Начинаешь читать Рафаэля Сабатини. Да. И вот любимая книжка детства, там... Трудно быть богом. Например, Дон Румато с объективом в башке. Ты же шпион. Ты же шпион. Ты оперативной работой занят. Что это за бред? Бред вот тут. Бред вот здесь. Бред вот там. Ну, и когда людям начинаешь объяснять... Ты ни хера не понял. Ну, ты понял. Я не спорю. Там скоро вступать бесполезно. Ну, ты понял. Да. Но ты ж меняешься. И всех это ждет. Всех ждет. Немедленно вспоминается анекдот. Как бабка с внучкой разговаривает. Ну, что, внученька? Парни-то за тобой ухаживают. Ухаживают, бабушка. Ухаживают. Ты поди. Всем отказываешь. Всем отказываю, бабушка. Каждого вспомнишь. Каждого. Все в этой жизни меняется. И все через это пройдут. Но... Вот за что тебе? Отдельнейшее спасибо. Во-первых, то, что в детстве прошло мимо. Теперь же такая замечательная возможность. Название понятно. Залез в Ютуб. Включил. Послушал. Красота. Завидуя тем, кто молодой. Можно ознакомиться, так сказать, с натуральными тишинами. Эту запись, кстати говоря, я не рекомендую смотреть. Жалко я в конце это говорю. Потому, что фанаты Дэвида Боуи это такие люди, которые знают историю каждого волоска, выросшего в носу своего любимого артиста. И я таких людей не встречал ни среди фанатов тяжелого рока или даже джаза. Это такие люди, что просто знают все. И они скажут, что тут Рыбин говорит какую-то ерунду. Но я говорю про любимые пластинки и все. А какого размера ботинки у Боуи меня, честно говоря, не интересует. Никакого дела. Это ж тоже из журнала Ровесник. Помнишь, как Гилмор жаловался? Интересует, какой размер у него ботинок. При чем тут это? Я музыку не играю. Это абсолютно гениальный музыкант, гениальный автор и художник настоящий. Без него рок-музыку представить невозможно. Потому, что это не то, что голова. Это одна из необходимых составляющих того, что называется рок-музыкой 20-21 века. Конечно, просто надо слушать эти пластинки и все. Получать удовольствие и думать. Особенно последние пять альбомов. Они заставляют задуматься. А остальные просто приносят радость. Просто хорошая музыка. Приносят радость. Да. Это, между прочим, как там из песни. Смех и радость мы приносим. Это, между прочим, серьезнейшее дело. Если бы не приносили, то что? Жить-то было бы хуже и скучнее. Конечно. Хороший был. Хороший. Спасибо, Алексей. В который... Пожалуйста. Пожалуйста. За всех только порадоваться. Заданные ориентиры. Все показано. Полные ютубы. Слушайте на здоровье. Качайте. Покупайте. Слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Да. На сегодня все.